Всем привет! Сегодня хочу показать интересную программу для мода Open Computers, которая предназначена для печати абсолютно любых картин на местных 3D принтерах. Например, с ее помощью я смог распечатать такую красивую Трис Миригольд, и с ее помощью вы сможете украсить ваш замок, ваш особняк, ваше жилище в Майнкрафте такими большими произведениями искусства в рамочке, которые и в принципе имеют неограниченный размер. Ну и перед вами сейчас открыт интерфейс самой программки. Здесь вы указываете путь к вашей картинке, которая рисуется вот здесь вот. Дальше вы указываете какие-то дополнительные опции, нажимаете кнопочку Start Print, и у вас начинается печать этой картины на ближайшем 3D принтере. Также у вас рисуется такая вот линия сеточки, с помощью которой вы можете понять, сколько реальных майнкрафтских блоков потребуется для того, чтобы напечатать саму эту картинку. Ну и также здесь информация об этом предоставлена чуть пониже. Здесь указано количество подсоединенных принтеров, размер результирующей напечатанной картинки, количество блоков опять-таки, ну и так далее. Также в самом принтере, разумеется, должен находиться хамилиум, для того, чтобы было из чего печатать эти блоки, должна находиться краска. И по 3D принтерам должен находиться обязательно хоппер, который будет складывать части на печатной картинке в какой-либо хранилище. Ну, в моем случае это будет сундук. Также каждая часть подписана, у нее имеется свой номер в положении, скажем так, пространства. Написано часть 1x1 из 4х4, 2, там 3 и так далее. Ну и в принципе сейчас будем ждать, пока печать завершится. Так, ну и также здесь есть несколько дополнительных интересных опций, например, режим пол. Ну, к примеру, с помощью вы можете печатать вместо вот такой вот горизонтальной рамочки, вот такую вот хрень, с помощью которой можно рисовать, скажем так, пол напечатанный, то есть в виде таких вот больших красивых блоков. Ну и, разумеется, без деревянной рамочки уже вокруг. Это, в принципе, удобно, если вы хотите сделать красивый пол для вашего жилища. Так, 63% уже. В принципе, печать довольно быстрая, и также здесь эта программка поддерживает печать сразу на низких принтерах одновременно. То есть если вы подключите сразу, допустим, там 20 принтеров, у вас она будет печать равномерно распределяться по всем ним, как бы, и работа будет происходить гораздо быстрее. Ну, сейчас я все это покажу. Для примера я просто показал на одном, чтобы было проще. Thanks. В принципе, почти завершенно. Давайте будем брать эти блоки уже по частям. Так, так, так. И полетим к нашей вот такой заготовке, будем здесь нашу составлять картину. Так, 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 так. Это у нас уже 1x2. Так, секунду. Так, так, так. И так. Так, очищаем. Идем обратно. Так, 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 так. Все хорошо. Так, полетаем обратно. Thanks, thanks, thanks. Ну и, в принципе, вот таким вот образом мы можем составить рожицу нашего стила. У меня будет заранее нарисована эта картинка, которая способна лыбиться на вас со стены вашего жилья. В принципе, вот и все. Вот основная фича этой программки. Здесь вы можете также указать показ этой сетки, то есть, чтобы вам было понятно. Можете включать или выключать эту рамочку, то есть, если вы выключите, у вас просто банально не будет вот этой рамочки по краешку. Также можете настраивать размер, ширину этой рамки. В моем случае это 1 пиксель. Если вы поставите 30, то, естественно, рамочка будет по-другому выглядеть. Так, ну и также вы можете настроить материал этой рамочки, если вам требуется изменить, допустим, на камень, на алмаз или что угодно. Давайте, допустим, сделаем алмаз, к примеру, поставлю алмазный блок сюда. Так, перейдем во вклад Копинг Компьютерса, выберем инструмент под названием «Выбор текстуры», где он тут находится, хрен, найдешь его сейчас. Это не оно, не оно, не оно, не оно, вот оно. Кликаете с инструментом сюда, у вас будет написано название текстуры, Diamond Block, вводите сюда, так, Diamond Block, Diamond Blocks. Ну и если вы нажмете на кнопочку «Start print» прямо сейчас, то у вас будет печататься та же самая картина, с той лишь разницей, что у нее не будет на деревянной рамочке, а будет алмазной, в принципе, вот и все. Я не буду ждать окончания печати, я завершу программу применительно и покажу вам, в принципе, что действительно работает. То есть вот наша алмазная рамочка, и вы сможете конфигурировать любой блок абсолютно таким же образом. Так, так, здесь все пусто. И теперь я вам покажу, что такое режим пола и что такое печать сразу на нескольких 3D-принтерах. Так, подсоединяем другие 3D-принтеры, подходим сюда, запускаем нашу программку, включаем режим пола, зато это тоже покажу вам, и нажимаем «Start print». И у нас печать происходит гораздо быстрее, сразу на 4-х 3D-принтерах одновременно. Ну и также, если у вас здесь стоит сундук с... сундук-ловушка, то есть с рестовной фигней этой активируемой, то ни в коем случае нельзя его открывать во время печати, потому что у вас тогда будет блокироваться хоппер, и тогда у вас банально не будет проваливаться части 3D-модельки в ваш сундук, и все будет очень печально, потому что там автор модно говнокодил, и покуда принтер что-то печатает, он не может принимать следующую модельку на печать. Ну, в принципе, таким вот образом все это дело работает. Так, отлично. Давайте какую-нибудь ямку сделаем для нашего пола. Так, 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 так. Закрываем. Открываем первый сундук. Так, 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 так. Это у нас все части 3Х. Ага, понятно. Значит, третий по Ху. Где он тут? Третий по Ху. Так, так, так. Это второй, по идее. Вот так вот. Отлично. Берем следующие части. Эти мы удаляем. 1, 2, 3, 4. И выставляем их сюда. В принципе, как видите, то же самое. То есть наша та же самая картинка, только в виде, по сути, пола она у нас оформлена. Берем следующую. Это у нас 4Х1. Так, 2, 3, 4. И берем последнюю. 1, 2, 3, 4. В принципе, если у вас картина довольно большая, как вот эта моя 3С Мерегольд, то вы, в принципе, будете довольно долго все это расставлять, но, в принципе, она печатается один раз, как правило, и поэтому у вас не будет никаких проблем с этим. То есть один раз расставили, и можете наслаждаться красивой картиной потом всю жизнь. Так, ну, в принципе, вот такой вот пол. То есть вы можете украсть ваше жилище таким вот образом. Ну и также здесь есть интересный параметр под названием Light Emission. Это хрень отвечает за то, что ваши блоки напечатанные будут излучать слабый свет. Ну, к примеру, делаем так. Так, таймсет 15 тысяч, сделаем ночь. И, в принципе, будет видно, что ваш блок будет излучать слабенький такое вот освещение, которое препятствует, скажем, спавну мобов. То есть, в принципе, довольно полезно, если вы не хотите, чтобы всякие там ублюдки ходили по вашему жилью. Если у вас нет факелов, конечно. Ну, в принципе, такие вот дела. Вы можете его вырубить, это все дело опционально. Ну и такая вот, в общем-то, программка. Давайте я вам сейчас покажу еще кое-что. Возьмем какую-нибудь нашу другую картинку, а лучше сделаем собственную. Откроем наш фотошоп. Введем разрешение 32 на 16. Нажмем ОК. Зальем нашу хрень каким-нибудь цветом, допустим, вот таким вот красненьким, красивым. Выбираем белый цвет и нарисуем какой-нибудь большой вот такой вот хуй. Я думаю, это будет символизировать наш высокий интеллект как авторов этого жилья. Так, сохраним его как, допустим, хуй. Пусть будет вот так вот. Точка пик. Выходим. Открываем нашу программку. Вводим путь. Так. HYU.pik. Нажимаем Enter. У нас грузится наш хуй. Разумеется, у него будет гораздо большее разрешение для печати. То есть нам потребуется аж 64 блока. Будет разрешение 8 на 8. Так, режим пола. Все хорошо. Начинаем печать. Ну и также сейчас будет печататься наш хуй. Печататься будет гораздо медленнее, поэтому вам лучше поставить сразу несколько 3D принтеров. Так. Сделаем давайте день. И, в принципе, уже можем поставить красивый наш член. На полу. Так. Так, так, так. Ну видно, что у нас печатается уже часть 7 из одного. Они, в принципе, распределяются довольно-таки, ну не рандомно, конечно. Есть у них какая-то своя закономерность, но, в принципе, понять довольно-таки ее сложно, как правило, бывает. Если у вас слишком большая модель. Так что придется попотеть. Так, ну вот, в принципе, и все. Вот наш красивый член напечатан на полу. Ну и, в принципе, такой помощью можете напечатать такую красивую картинку или даже другую, еще большего размера. Так. Ну и в качестве бонуса я вам покажу еще кое-что. Я вам покажу специальный конвертер абсолютно любых изображений для Minecraft. Собственно, я раньше показывал, только сейчас немножко другая версия. У меня уже его более оптимизированная. Так. Открываем, собственно, у нас его. Называется у меня Хуй.Жар, у вас будет называться немножко по-другому. Будет он, естественно, в описании видео. Откроем, давайте, какую-нибудь картиночку красивую. Еще какую-нибудь, друзья, друзья, какую-нибудь найдем, друзья, у нас. Тэкс. Допустим, Виктория Берг. Кто-то посимпотнее. Так. Еще. Открыть оригинал. Давайте сделаем какой-нибудь скриншот. То есть, что-то неполное разрешение у него было вот такое вот, допустим, пусть будет у нас. Нет, еще поменьше надо. Слишком жирно даже для Майнкрафта. Так. Отлично. На рабочем столе у нас находится, называется, снимок экрана 47, что-то там бла-бла. Нажимаем открыть. Открываем с рабочего стола. Выбираем его. Выбираем разрешение картиночки, которые будут в Майнкрафте. Пусть у нас будет оно 100, допустим. Даже поменьше сделаем. Пусть будет 80, допустим, на 53. Сойдет. Конвертировать. Сохраняем его в нашу папку OpenComputers. Пусть будет... Так. Vika.pik. Сохраняем. Теперь переходим в наш кубач. Открываем на полный экран. Нажимаем сюда. Вводим Vika.pik. У нас открывается наша картинка, которая здесь, разумеется, в гораздо большем разрешении. И у вас, видите, что у вас дело распределяется на большое количество блоков. Аж на 20, на 13. Всего у нас будет 260 блоков. Ну и, собственно, вы можете напечатать нашу Vika и сделать из нее красивый пол. В принципе, все что угодно. То есть, все на что способна ваша фантазия. Такие, в общем-то, дела. Я не буду всю хрень, в принципе, стирать. Пусть у нас будет, не мешает. Так что, спасибо вам за внимание. А, ну еще кое-что. Так, как, собственно, поставить эту программку? Для того, чтобы поставить программку, сначала нужно поставить нашу OS. Команда для установки OS будет в описании видео. Далее, программка называется PrintMate. Вы ее скачиваете либо через App Store, у нас там встроено через App Market, вернее. Либо через Installer. Там сразу можно поставить галочку, чтобы скачивались все программы. Ну и, в принципе, все. Запускайте программку, подключайте 3D-принтеры. И наслаждайтесь красивыми картинами в Майнкрафте. Так что, всем спасибо за внимание. До новых видео. До новых встреч.